Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Это очередное эксклюзивное включение из подвалов Азовстали. Прошли еще дальше по подземным туннелям и попали вот в это расположение, где проживало одно из подразделений, одно из многих-многих подразделений, которые здесь укрывались. Перед тем, как сдаться в плен, они его сожгли. До сих пор очень узнаваемый запах пепла, запах гари стоит в воздухе и дышать не очень приятно. Ничего критического. Вот смотрите, здесь они спали. Посмотрите, здесь куча золы. Все сожжено. Почти все, потому что куда-то в некоторые места огонь просто не добрался, потому что помещение огромное. Посмотрите на это. Вот здесь более-менее все целое. Теперь, если я вам покажу вон туда, посмотрите, как далеко светит луч фонаря. Это все только одно расположение здесь, где жили. Пойдемте прогуляемся и посмотрим, что здесь. Вот очень четко видно, что сейчас мы идем там, где они живут. Там, где они жгли. А вот, например, здесь. Например, здесь. Идет своего рода такой разрыв. Поэтому сюда он не добрался. Здесь все целое. Здесь что-то сложно, что-то, конечно, тоже погорело, но что-то осталось. Нет сомнения. Опять же, обратите внимание на условия, в которых им приходилось жить. Ну, то есть уберите огонь, уберите вот это пепелище. И, в общем-то, картинка не становится сильно жизнеранной. Азовцы и высовушники пока бежали, они не просто сожгли здесь все. Они просто сожгли свое расположение. Ну, они попросали оружие, но перед этим они убедились, что оно приведено в небодность. Автоматы, полеты-пулеметы, пулеметы. Даже магазины они постарались сделать так, чтобы им нельзя было воспользоваться. Но по-прежнему брошено очень много снаряжения, как, например, бронежилетов. Пластины внутри. И два защита разбросаны по всему этому месту.